приветствую на канале хамство трейдер сегодня будет обучающая такое небольшое видео про расчет различных сценариев да как правильно рассчитывать сценария ставить по каждому сценарию цели и на основе чего вообще можно рассчитывать и прогнозировать какой-либо из сценариев в описании у меня ссылки на мой телеграм-канал также самые ссылки на мои обучающие видеоматериалы там есть два плейлиста переходите смотрите обучайтесь бесплатно плюс ссылки на бирже с максимальный бонусом и скидками и обратите на борьбе там нет комиссия нас по те плюс гигантские киты бонусы для до 30 тысяч долларов до при первом пополнении еще куча всяких плюшек в общем можете просто зарегистрироваться пополнить немного счет забрать бонус какой-то до вывести свои деньги торговать на бонусные деньги а вы наверняка видели любых обзорщиков они говорят если вот цена пойдет сюда до закроется телом свечи например ниже этого уровня а тогда я буду ожидать поход цены туда-то туда-то или например если цена пробивает этот уровень закрепляется я буду ожидать цели там-то там-то на вот сейчас мы об этом поговорим как можно строить цели да и вообще прогнозировать свою торговлю в будущем сценарий мы можем прогнозировать естественно как локально среднесрочно так естественно можем на долгосрок или глобально но вы должны понимать что любой прогноз того или иного сценария естественно он у вас в любой момент может оборваться то есть вы можете до прогнозировать но в случае похода до цены туда-то туда то вы можете просто да уже тогда отложить идею отработки какого-либо сценариев это нормальное явление вы должны понимать да поэтому многие новички которые смотрят обзорщики не ада постоянно то или вверх или вниз все понятно да но иначе никак мы просто отдаем вероятность например большую долю того что скорее всего цена например вверх пойдет да но все равно всегда остается процент который может пойти до цена вниз пойдет мы просто должны понимать что мы будем как мы будем отрабатывать на рынке в том или ином случае и все это вся задача технического анализа да мы пытаемся предсказывать вернее предугадывать наибольшую вероятность отработки того или иного сценария но тем не менее у нас всегда есть должен быть запасной сценарий в случае естественно слома той или иной идеи второй важный момент какие инструменты использовать при прогнозе цели до построения прогнозов и установления цели того или иного сценария здесь уже на ваш опыт и на ваши предпочтения я использую первым делом структур рынка то есть понимание структуры рынка дальше я использую уровни фибоначчи кстати я в описании к видео дам ссылки на обучающие видеоматериалы по этим темам дальше я использую естественно обычные уровни трендовый ну использую классический технический анализ построения до фигур потому что они на криптовалютном рынке неплохо себя отрабатывает конечно же нужно понимать что манипуляции здесь без них никак но тем не менее фигура не рисуется фигура не отрабатываются участниками рынка в общем вы можете в принципе использовать как скользящие средние объемы вертикальные горизонтальные вы можете то есть любые какие-то индикаторы там полосы боллинджера там еще что-то в общем все что на ваше усмотрение в чем вы разбираетесь и доверяете тому или иному инструменту вы можете его использовать в построении сценариев до установления каких-то целей своей торговли и отработки а сегодня я буду говорить про структуру рынка и по уровню фибоначчи потому что я считаю такая основа технического анализа и она очень себя хорошо показывает в трейдинге дальше вы должны понимать что технический анализ желательно делать от старшего таймфрейма и к младшему если вы видите на старшем таймфрейме например у вас идет формируется какой-то восходящий клин до четкие границы мы клина этого видим к примеру но на младшем таймфрейме вдруг здесь рисуется например какая-то бычья фигура давайте сейчас другой инструмент возьму например рисуется что-то типа вот такого флага да и мы вы начинаете там на мелком таймфрейме отрабатывать вот этот вот флаг целями например вот сюда но если бы вы переключились например на дневку то есть этот флаг формируется на там на 15 минутки а если переключиться на дневке у нас огромный клин то соответственно предпочтение нужно отдавать больше фигуре до соответственно этому клину поэтому делайте технический анализ от старшего таймфрейма к младшему и любые фигуры какие-то паттерны которые формируются на старшем таймфрейме они будут в приоритете перед таймфреймом она какой-то на 15 минутки или часе то есть очень часто вы будете такое видеть да будет какое-то заманивание еще что-то там на мелком таймфрейме хотя она глобально у нас идет он восходящий клин например рисуется как сейчас да и клин который скорее всего пробьется вниз поэтому вот эти вот цели на 15 минутам таймфрейме до девушка от обычая фигура за продолжение движения она может себя не отработать или будет заманушка немного вверх и потом резко вниз полились поэтому так этот важный момент от старшего таймфрейма к младшему естественно приоритет будет старший таймфрейм дальше следующий момент работа по сценарию смотрите в менее вероятные сценарии если мы вписываемся или носит торгуем на фишерном рынке мы входим всегда с заниженными рисками например у вас стандартный риск на сделку один процент от депозита и соответственно если сценарий такой знаете бывает менее прогнозируемые сценарии то есть вероятность у них отработки есть но невысока до в такие сделки мы входим с заниженным риском так же самое мы входим в сделки с заниженным риском если это контр трендовая сделка пример у нас идет среднесрочный такой восходящий тренд поэтому лучше искать естественно точки входа вон то есть будет логично тем не менее мы видим уже идет снижение довольно таки сильная да и получается просто на этом снижении брать шор будет неразумно хотя да у нас сына может взять час и сквизануть вниз все что хочешь может быть на криптовалютам рынке но отрабатывать сценарию которого вероятность отработки очень низко это глупо дальше естественно цели сценариев цели сценариев можно ставить я сказала имеющийся какая-то фигура можно по фибе тянуть но если вы используете фибоначчи вам желательно разбираться в структуре рынка давайте более детально здесь наглядно сейчас покажу о чем я имею ввиду осмотрите у нас есть давайте на недельку переключимся вот такой вот локальный до среднесрочный восходящий тренд а соответственно цена может сделать коррекцию к всему вот этому тренду да мы натягиваем просто фибоначчи от начала импульса до конца и смотрим уровне по фибе вот сейчас доходим 0382 есть вероятность что цена где-то здесь удержится будет отскок плюс сильный уровень следующий уровень 05 а вообще нормальная коррекция у нас происходит к золотому сечению 0618 и максимальная коррекция 0786 если уровень 8786 не устоит цена уходит ниже здесь вероятность того что мы будем тестировать донные значения уже очень высоко в общем среднесрочно да мы можем откорректироваться всему вот этому импульсу вот сюда это будет наилучшая точка входа плюс мы можем здесь дополнительно включить например горизонтальные объемы да ну давайте лучше не так посмотрим горизонтальные хотя тоже видите у нас здесь есть уровень и горизонтальный объем сюда сходится 21 100 примерно очень сильно но давайте я сделаю именно максимальную проторговку вот этого диапазона о мы видим здесь максимальный поторгованный а диапазон у нас был примерно 19 300 до соответственно он сходится золотым сечением а плюс здесь тоже можно отрисовать глобально такую зону поддержки мы видим в общем даже видите у нас сходится ближе сюда к 0786 уровня в общем здесь наилучшая . да куда может скорректироваться цена если она здесь не удержится да и локально восходящий тренд будет преломлен в общем это такой сценарий среднесрочный также самое мы можем переключиться на дневной таймфрейм и здесь будет ситуация совсем иная то есть у нас на дневном таймфрейме до сих пор восходящий тренд и он сломится на нисходящий только в том случае если цена уйдет ниже предыдущего до high low повышающийся минимум то есть у нас здесь есть повышающиеся максимумы отмечет у нас high high соответственно потом дальше у нас здесь high high идет а здесь у нас high low соответственно если цена сейчас на дневке закрепляется тенью свечи ниже вот этого high low предыдущего да у нас происходит босс break of structure то есть происходит слом структуры и в этом случае наш сценарий будет таков что у нас на дневке ломается структура нам нужно будет ожидать на дневном таймфрейме отскок вот к этому импульсу да и искать точки входа естественно в short да мы будем продолжать нисходящее движение на дневке тогда наши цели уже будут цельными на недельном таймфрейме к всему этому импульсу где-то в этот диапазон вот так мы строим цели да но так как мы на дневке еще цена то есть не ушла ниже этого уровня поэтому логично естественно на дневном таймфрейме нам искать точки входа в лонг со стопом за этот сильный уровень поэтому то есть нелогично сейчас рассматривать шорт позиции да может быть сквиз как я сказал но вероятность крайне мала нам необходимо торговать сценарии с большей долей вероятности поэтому у нас есть есть импульс на дневном таймфрейме мы просто к нему откладываем фибоначо и здесь следующая ситуация а все то что находится ниже 5 уровня из 10 процентов это называется дискаунт маркет то есть в этом случае здесь разумно рассматривать лонг позиции все то что находится выше 0 5 уровня это у нас премиум маркет здесь нужно рассматривать шок позиции исходя из дневного импульса но так как у нас видите среднесрочный сейчас тренд все-таки восходящий да на дневном таймфрейме поэтому нам нужно искать точки входа лонг и вот наш сценарий на дневном таймфрейме 0 618 не отработал вернее отскок был но ушли ниже дальше 0 786 он в принципе начинает пробиваться но здесь нужно с 3 как дневка закроется может мы еще сюда к нём отскочим да и продолжится восходящий тренд поэтому сценарий пока что вот на дневном таймфрейме мы должны искать точки входа в лонг если цена уходит ниже да мы ожидаем тогда к скок и на дневном таймфрейме у нас произойдет слом структуру мы будем искать точки входа шо так же самое вы можете переключиться всегда на четыре часа и искать естественно структуру на четырехчасовом таймфрейме да и торговать естественно рассматривать сценарии исходя из этой структуры на четырехчасовом таймфрейме у нас тоже здесь есть видите минимум-максимум скорее это был минимум здесь на четырехчасовом таймфрейме сломали а структуру в принципе да она нисходящая сейчас а также самое вы можете поискать какие-то паттерны можете потянуть здесь канал построить или возможно вот мне нравится здесь больше клин вот такой нисходящий да поэтому мы видим на дневном таймфрейме у нас еще в принципе восходящий тренд он не сломился плюс нисходящий клин клин такой как правило пробивается вверх поэтому мы строим цели по этому клину соответственно да мы желательно рассматривать здесь новом позиции на пробой этого клина и целями этого клина послужат предыдущие максимумы первый вариант замера цели ну или соответственно можно протягивать там от первого до последнего импульса откладывать точки пробоя там будут цели немного повыше но это в общем смотрите обучающий материал у меня есть проклин тоже много видео да как стоить какие манипуляции там происходят как правильно определять цели то есть там даже варианты определения целей и так далее а также здесь может отыграться просто нисходящий канал потому что цена чаще ходит каналами нежеем там клинами это бывает заманушка поэтому я строю цели свои до исходя из фигур структуры рынка уровня фибоначчи горизонтальных объемов и так далее меньше всего я применяю скользящие средний хотя они тоже очень хорошо себя отрабатывают например перейдем на возьмем 200 недельную скользящую среднюю смотрите включаем у меня дневной таймфрейм но здесь выставлен диапазон 1400 то есть это эквивалент 200 недельный скользящий мы видим что а те кто строит цели да и отрабатывает по скользящим среднем четко цена достигла скользящую 200 недельную протестировала снизу от тестировала и цена естественно отклонилась а вы можете строить и так цели можно включить там 200 дневную скользящую среднюю например 200 дневная скользящая среднюю ведь она у нас поддержка на уровне 0 618 сходится видите как у нас одни индикаторы дополняют другие в общем можно построить 50 дневную скользящую среднюю да мы видим что мы уже пробили его обратите внимание а 50 дневная скользящая она здесь удерживалась да но мы пробили теперь мы можем сейчас держаться здесь от тестировать вот это вот 50 дневную скользящую пойти вниз то есть вы можете отрабатывать стоит сценарий исходя из скользящих средних а поэтому вариантов построения сценария огромное количество но вам нужно знать естественно важные моменты первое делаем анализ на старшем тайфрейме до к младшему потому что на старшем тайфрейме у нас всегда будет приоритет и следующий момент до используйте инструменты которые больше вам понятно но скажу сразу как видите я использую структуру и фибоначчи они очень хорошо отрабатывает на криптовалютном рынке основные тайфрейме одна неделя один день четыре часа и один час кесна кто там скальпит можно использовать 15 минутку и так далее но на мелких таймфреймов вероятность отработки фигура навсегда ниже нежели у нас какая-то фигура на крупном таймфрейме плюс очень хорошо отрабатывают на криптовалютном рынке фигура технического анализа то есть классика всякие флаги до фигуры за продолжение движения цены потом треугольники в принципе они конечно же манипулятивные куча нюансов есть но тем не менее они отрабатывают в общем клины и так далее все эти фигуры они отрабатывают и вы можете строить цели исходя из формирования той или иной фигуры но вы должны также иметь понятие о том что если фигура например треугольник да у нас формируется пробивается например ложный верх уходит вниз просто вы должны иметь на случай этого второй сценарий да что будет если будет ложное пробитие вы должны быть готовы ко всему например вы здесь лангуете да фигура пробивается ложный верх уходит вниз на этот сценарий вы должны иметь другой сценарий и быстренько переворачиваться да как говорится переобуваться естественно торговать уже в другом направлении обязательно сценарий нужно строить и нужно планировать что вы будете делать в том или ином случае и последнее что я хотел сказать ориентируйтесь да отдавайте предпочтение тем сценариям тем целям к 1 который указывает большое количество например инструментов технического анализа или индикаторов чем я говорю а к примеру представьте на сейчас есть цена удерживается до идет вверх здесь начинает тормозиться и отрисовывается например фигура гиб то есть левое плечо голова и правое плечо то есть фигура это разворотная соответственно можете отмерить здесь цели по этой фигуре и положить там к точке пробоя естественно мы здесь будем видеть что у нас примерно цели по этой фигуре опять сюда 0 786 уровень то есть 18000 примерно с копейками да а здесь же у нас уровень зона здесь же у нас по фибе да глобально у нас здесь максимальные горизонтальные от объемы и так далее то есть у нас здесь много индикаторов которые указывают на то что есть вероятность того что цена до нас ходит именно туда и сможем скользящую провести и так далее в общем как видим например строим какой-то сценарий если большое количество инструментов технической анализа то есть и да это все говорит о том что цели снижение именно туда тогда давайте ему предпочтение то есть это очень классный вариант когда мы видим у нас все 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 указывает именно на одни и те же цели конечно же это не всегда повод чтобы там закатлетится увеличить риск на сделку это просто причина при которой отработка сценария имеет большую вероятность и вы можете более уверенно просто следовать своим сценариям также не нужно забывать что существует все таки еще фундаментальный анализ да это у нас новости и так далее события в мире они тоже могут внести свою лепту в виде черного лебедя и так далее но я заметил некую особенность что любые новости да они естественно приносят свой след оставляет на графиках но зачастую бывает она технически все равно верно получается то есть видишь туда цели там какой-то уровень сильная зона у нас выходит к этой негативной новости но рынок падает именно к тому уровню а именно отрабатывает какие-то цели технического анализа а поэтому зачастую смотрите технически в общем нужно естественно фундаментал следить за ним да за новостями с тем что происходит в мире но все равно приоритета давать и технически потому что бывает такой это обвал а нам бывает неспроста потому что технически уже рынок перегретой да у нас есть какой-то клин перегретость индикаторы показывают расхождение дивергенции сильны и здесь да это все подкрепляется каким-то негативными новостями рынок падает и всего у нас рынок упал потому что вон здесь негатив да не у нас просто в общем технически тоже перегретость была а это был как бы повод для падения я часто такое замечал вот здесь я тоже помню вот этот вот момент да мы росли 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 здесь уже дивергенция там четверная да ну конкретно все слабость и там какие-то тоже новости вот что-то там произошло а по факту просто рынок был перегрет и крупняк до распродался и пришло время на коррекцию и все поэтому аккуратно с фундаменталом лучше наверно больше тракуйте технически она все правильно и верно идет вот как то так ребята если видео было полезным поддержите лайком пишите комментарии да что вам интересно еще узнать может какие-то идеи я тогда запишу если это будет актуально я вам чем желаю хорошего настроения и пока